День работников культуры День работников культуры День работников культуры Нет, это не первая узнагорода. Таких узнагород у нас национальных уже немало. И сирот наших узнагородов это и специальные премии президента Деячем культуры и мастатства. Это мы удельничаем во всех конкурсах национальной театральной премии. И за все наши спектакли, наши театральные постановки изъявляются переможцами и отремливаются отповедные узнагороды. Но еще не только национальные. В минулом году, в связи с тем, что начался юбилей у делу створения ООН, нам уручена узнагорода ЮНЕСКО. Специальный диплом и медаль, которая узнагородена нашим театром за пропаганду, за популяризацию хореографичного мастатства у света и за творчие досягнение. И такую узнагороду уручил генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова нашему коллективу. Это вельми такая значная узнагорода. И в Першиню, в Беларуси мы так бы ее тримали. А что касается непосредственно самого Витовта, как вообще родилась идея постановки национального балета и как осуществлялось его воплощение? Ну, ведается, театр завсюды имкнется, как на нашей сцене были национальные творы. Это завсюды складано. Потому что, ну, легкого взять твор, ведомы мелодии, які уже слуху у людей, либретты так само люди ведают. А тут з'является новый твор. И, конечно, да его трошки настероженный таки, вось, подыход и сирот глядачоу, и вельми складано працывать постановщикам. Музыку да гэта твора написаун беларуский композитор Раджислав Кузняцов. И в особиу на нашей сценичной пляцовце народный артыст Беларуси Юры Траян. Спектакль отрмауся прыгожы, вельми таки цікавы, шмат цікавых там ролю есть. И наши выканавцы просто блескуча их выконвают. Но спектакль покрыстаецца и поспыхам. Люди приходят за довольненнем поглядзеть. И я думаю, что вось гэта не першы таки твор. Сирот узнагород, які отрымали наши творы, гэта и сивая легенда. Яка Дмитра Эсмольска, наша композитора народного артыста Беларуси, поставлена на нашей сцене. У планах театра зновжа ёсць постановкі спектакля беларуский композитор. У приватности рыхтуецца ўжо балет «Маленький принц». Музыка Ёвгена Глебова. Затым будзе Вячеслава Кузнецова спектакль, який называется «Анастасия». И таким чином мы имкнемся, как у год, один раз у два годы, годы з'являлся на сцене нашего театра «Национальный твор». Ну что ж, давайте теперь перейдем к другой ипостаси нашего театра. Это опера, да? И Юрий, ну, как мы уже поняли, поймать вас в Беларуси очень сложно. Ну, нам удалось. Вы птица-певча и летаете по всему миру. Вот расскажите, пожалуйста, где вам удалось побывать? Я принадлежал два года к молодёжной программе Вашингтонской национальной оперы, которую эту программу организовал в своё время, 14 лет назад, Пласидо Доминго. Ну, вот так вот мне повезло. Белорусских артистов оперных знают хорошо, да? Та же Оксана Волкова, которая, допустим, очень часто гастролирует где-то в других театрах. Вот вы сейчас, я так понимаю, представляете тоже белорусскую оперу. Расскажите нам о каких-то тенденциях новых в оперном искусстве. Есть ли они? Вообще можно ли говорить о новых тенденциях в опере? Или это всё-таки такой жанр? Говорят, что опера сейчас новое возрождение как раз-таки получает. Правда это или нет? Опера возрождается, наверное, лет 400. С момента её создания и, в общем-то, начала, истоков. Потому как всегда была мода на то, чтобы можно было ругать, и опера не соответствовала тому, что происходило в жизни, естественно. И очень много критики было, и говорили, что это долго не просуществует. И, в общем, скоро это всё умрёт. И это продолжается, в общем-то, до наших дней. Но тенденции, конечно, какие-то прослеживаются. И не хочу сказать мода, но такие влияния на оперу происходят. Если раньше, значит, певцы были очень... В общем, певцы и актёры на площадке были главными. Потом дирижёры, естественно, всё взяли в свои руки. Ну, в общем, я это говорю, но это нужно повторять очень часто, чтобы это было, чтобы это все знали. И теперь, в наше время, это режиссёрская опера. В общем, она главенствует по всему миру. Карабас-барабас, да? Скорее всего, да. Но таким Карабасом раньше был дирижёр, теперь это режиссёр. Сейчас Виктор Иванович спросит про Карабаса-барабаса. Это касается музыки, кстати. Вот мы говорим про какие-то тенденции. Ну, всегда же говорят, вот сейчас модно ставить, например, безе. Или сейчас модно ставить... Кармен было модно ставить всегда. Ну, понятно, но я условно говорю, да, кто сейчас на пике популярности. На пике популярности. Ну, есть такая тема, когда любят поставить что-то, то, что известного композитора, но то, что никогда не ставилось. То, что было, так скажем, в кавычках «зарыто» очень давно. И глубоко. И глубоко, да, и об этом просто не знали. И вот, оказывается, новая опера была. Ну, вот, любят найти что-то. Понятно. Оригинальный ничем. Виктор Иванович, вопрос вам, как к матерному волку белорусской оперы. Скажите, вообще существует ли преемственность поколений сейчас у нас? Или все-таки молодежь идет своим путем? Ну, видите, я у оперным театра все-таки амаль 40 год. И я памятаю, например, ну, был знакомый особисто с теми, кто починал оперный театр. Лариса Помпеевна Александровская, скажем, да. Я памятаю, ну, конечно же, Зиновий Бабий – это легендарная абсолютно постать для нашей театральной музычной культуры. Бо только прас три месяцы усяго, пасля того, як он з'явился у театры, у нашим, театр отрымал звание академичного. Пасутнасті, ну, гэта с пачатку 20-го стагодзя, и гэта думка не моя, а Джакомо Лауре Вольпе, великого итальянского испівака и педагога, с пачатку 20-го стагодзя, як і театр, так і театр. Вось, разумеється? Тому, вось, конечно, з'явлення такой легендарной асобы, якой зараз мы, ну, калі, кашам, Зиновий Бабий, вось, уявляєм сабе гэтую постать, а тады, ну, мы ж, ну, працавали у адным театры, и... И все, да, не подумывался об этом. Да, это абсолютно нормальная з'ява была. Ну, Тамара Миколаевна Нишникова. Я яе памятую на сцені яшче, ну, у 60-е годы, скажем. У 70-е годы я сам вучився ўжо у консерваторі, і, дарэча, ў яе закончив асістентуру стажировку, дарэча, з яе падачай став выкладаць ў консерваторі. Цяпер вось ўжо професор, яе колега ў гэтым сэнсі. То есть, вы представляете, што о вас ж тоже так говорят? Вот молодёжь сейчас о вас говорит тоже в таких прекрасных красках. Да не, мы з молодзю, ну, што дня шо стракаемся, працуем. Мы яшчай і режісёр у театры, не токі в облі... А вот іде карабас-барабас. Карабас-барабас, да. Все преміляли круто. Не, нормально. Гэта нормальная з'ява, калі ў театры працуюць, так скажем, тры пакалэнні. І пажадана, каб вось гэта сувесі с навала, сувес часов. Дорогі нашы гості, мы ещё раз хатім паздравіць вас с празніком професіональным работніков культуры, который мы все вместе отметили в воскресенні, да, минувші. Так само, вось, ну, у нас ж ж багато каліг по всій країні, гэта і, дарэча, не толькі артісты, гэта вугуля. Супрацю... Ну, вий, наприклад. Пасіба. Вас так само, со святом. Пасіба большое. І пасколько вы люди творчіскі, ну, вы тож уже тут нічо не поділаеш, наверняка і какое-то паздравління у вас тож творчіская для своїх каліг, да? Ну, мы ў хуткім часі, ў девятнадцатым годі, адбудзіцца, ну, такі, нешараговы юбілей аднаго Меншука, а гэта, ну, досыць знакамітый композитор Станіслав Манюшка. І он жа ж, Амаль, пау, ну, свайго життя прожив на вулиці Інтернаціональна. Вось. Дык, мы хочем з Юрай, ну, парадоваць наших слухачоў, глядачоў... Музыччым віншаванням. Музыччым віншаванням ад Станіслава Манюшкі. Ну, чтож, сейчас мы, я так понимаю, будем иметь возможность услышать в исполнении наших гостей замечательный произведений. Ну, а мы благодарим вас за беседу. Я ещё раз напомню всем нашим зрителям, что сегодня нашими гостями были заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы балета Республики Беларусь Валерий Гидроиц, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Скоробогатов, а также лауреат международных конкурсов Юрий Городецкий. Мы уступаем вам место. Поздравляйте! Яна красуня, ах, молодая, и можа боли, можа боли, чтось выходит замуж, ах, скруха якая, что есть на свете, на свете, что есть на свете, на свете, еще инши, ктось? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok